В последние дни пропагандистская машина Запада и Украина работает исключительно на раздувание истерики вокруг видеоряда, который был снят украинскими, как мы понимаем, военными, Украинской службой безопасности в городе Буча Киевской области. Откровенная надуманность и лживость утверждений о неких военных преступлениях российских военных, российских вооруженных сил, которые проводят специальную военную операцию, была доказана многократно и в подробнейших брифингах Министерства обороны Российской Федерации, по линии нашего министерства и по линии нашего постоянного представительства при ООН, которое вчера провело специальную пресс-конференцию, а сегодня подробнейшим образом изложило нашу позицию, показало факты, зачитало показания свидетелей на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Возникает вопрос, в чем причина этой откровенной лживой провокации, правдивость которой оправдать просто невозможно. Мы склонны думать, что причина заключается в желании найти повод сорвать ведущиеся переговоры. Причем это сделать именно в тот момент, когда, как говорится, забрежил, пусть еще не очень яркий, но все-таки свет. Когда на переговорах в Стамбуле 29 марта, впервые за весь период контактов между нашими делегациями, украинская сторона предложила письменное видение того, как мог бы выглядеть договор в части, которые касаются статуса Украины и в части, которые касаются гарантии безопасности. Впервые на бумагу украинская сторона положила готовность провозгласить свое государство нейтральным, внеблоковым, безъядерным и впервые заявила о готовности отказаться от размещения на своей территории вооружений иностранных государств и от проведения на своей территории учений с участием иностранных военных, кроме как с согласия всех стран-гарантов этого договора, будущего договора, мы надеемся, включая Российскую Федерацию. Гарантии безопасности, которые этим договором предусмотрены, также в целом идут в сторону осознания необходимости договариваться и договариваться таким образом, чтобы полностью исключить расширение НАТО на восток, прежде всего на Украину, и обеспечить неделимую безопасность на европейском континенте. Кроме того, украинская сторона сама записала в этом проекте основных положений договора, тезис о том, что гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине в случае достижения договоренности, не будут распространяться на Крым и на Донбасс. В этом тоже проявился существенный прогресс с точки зрения реалистичности осознания Киевом статуса этих территорий. И именно в тот момент, когда в соответствии с договоренностями Стамбула российская сторона в качестве жеста доброй воли решила провести некоторую деэскалацию ситуации на земле, прежде всего в Киевской области и в Черниговской области, именно в этот момент, три дня спустя, после того, как наши военные вышли из города Буча, там была организована провокация, о которой мы сегодня говорим. У нас есть все основания полагать, что сделано это было для того, чтобы отвлечь внимание от переговорного процесса, отвлечь внимание от того, что украинская сторона уже после Стамбула стала отыгрывать назад, пыталась выдвигать все новые условия, а как только западные СМИ разогнали фальшивку про город Буча, украинские переговорщики попытались вообще прервать переговорный процесс. Мы исходим из того, что международное сообщество обязано знать правду, и международное сообщество обязано знать о том, что российская сторона честно и последовательно готова работать за переговорным столом. Но если украинцы, украинская делегация будет по-прежнему заявлять о том, что необходимо какие-то дополнительные шаги со стороны Российской Федерации, если она будет по-прежнему категорически отказываться, как она-то делает сейчас, даже обсуждать задачи денацификации и демилитаризации, восстановления прав русского языка, и если они по-прежнему будут заявлять, что проблем с русским языком, с правами русскоязычного населения и проблем с нацификацией всех областей жизни страны у них не существует, я не думаю, что это будет способствовать дальнейшему ходу переговорного процесса. Поэтому мы еще раз хотим призвать, настоятельно призвать тех, кто руководит действиями Киева, а мы знаем, кто это, все-таки осознать свою ответственность за безопасность в Европе, за будущее мироустройства, за обеспечение на практике следования всем принципам Устава Организации Объединенных Наций. Россия готова к этому разговору, но для того, чтобы у нас был настоящий прогресс, а не его видимость, мы настаиваем на том, чтобы Киеву был послан недвусмысленный сигнал не заниматься саботажем, иначе мы рискуем повторить субботу минских договоренностей, и мы на это никогда не пойдем. Нас настораживает также, что украинская сторона решила требовать, чтобы в случае заключения договора, о котором я сейчас говорю, в течение нескольких дней были прекращены все военные действия, российские вооруженные силы покинули Украину, а после этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте, и очень большая вероятность существует того, что когда эта ратификация, этот референдум даст отрицательный результат, приговорный процесс придется начинать заново. В такие кошки-мышки мы играть не хотим. Еще раз причерпну, мы не хотим повторения минских договоренностей, повторения судьбы минских договоренностей, и не можем допустить такого повторения.